Что скрывает московское подземелье, подземные реки и тайные туннели, неизведанные маршруты и разные развязки коммуникаций, расскажет нам Виктор. Всем привет! Всем выйти из сумрака! Давайте уже уйдем отсюда. Слава Мария! Бадаевский пивзавод – уникальное предприятие, пожалуй, единственное, где сохранился ансамбль промышленной архитектуры XIX века практически целиком, без серьезных реконструкций. На сегодняшний день это старейший пивоваренный завод, сохранившийся в Москве. Старше его только шаболовские и хамовнические заводы. Оба были основаны в 1863 году. Первый был закрыт в 1929 году, в период антиалкогольной кампании, и на его базе была основана кондитерская фабрика «Ударница». Второй проработал до 2005 года, а в 2012 году исторические корпуса были снесены, и на их месте возвели ЖК «Литератор». Бадаевский завод, именно под этим названием предприятие наиболее известного в наши дни, был основан в 1875 году как трехгорное пивоваренное товарищество в Москве. Его учредителями выступили 13 известнейших купцов, фабрикантов и государственных деятелей, среди которых Тимофей Савович Морозов, Бенедикт Антонович Гевартовский, а также два торговых дома. В большинстве источников говорится о 17 учредителях, однако мы ссылаемся на устав товарищества, где учредителей 15. Строительство корпусов завода началось в 1875 году на специально приобретенном для этого участке у Дорогомиловской заставы, тогда этот участок был за пределами Москвы. Кстати, название товарищества было взято по соседней трехгорной заставе. В работе над проектом участвовали ведущие архитекторы того времени. Август Егорович Вебер работал над проектом Елисеевского магазина, цирка на Светном бульваре, множеством других известных зданий. Роман Иванович Клим. Его авторству принадлежат такие знаменитые здания, как ЦУМ, Музей изобразительных искусств имени Пушкина и многие другие. И Георгий Павлович Ивланов, автор проекта зданий электрозавода в Москве. В одной из статей журнала «Наука и жизнь» о корпусах треугорного пивоваренного завода написано «Все сооружения предприятий выполнены в разных стилях. Историзм, неоромантизм, модерн, неоготика, псевдоготика, кирпичный стиль». Исторические здания на территории Бадаевского завода были признаны памятниками архитектуры, объектами архитектурного наследия. Еще в советский период и до наших дней имели охранный статус. Однако совсем недавно этот статус был снял с некоторых построек. И сегодня этот великолепный архитектурный ансамбль оказался под угрозой уничтожения. Уже существует проект застройки лакомой территории завода, расположенный в самом начале Кутузовского проспекта вдоль набережной Москвы-реки. Какая может нас ожидать опасность, кроме крыс? Кроме крыс? Бомжи. Может, например, нет, бомжи мы здесь вряд ли встретим. А вот кирпич на голову вполне может прилететь. Кирпич на голову? И что? Расскажите, куда мы пришли? Что это за место такое интересное? Ну, вот мы уже находимся в здании, где непосредственно располагались цеха пивоваренного завода. А вот это вот со стопроцентной уверенностью не могу сейчас говорить, но это очень похоже на солодохранилище. Вот здесь можно видеть оставшийся механизм. Здесь были установлены подобие рельсов. И вот эта вот тележка, она по этим рельсам направляющим передвигалась. И вот здесь вот жирноват, да, похоже, что это солодохранилище. И здесь вот как раз перемалывали. Вообще, изначально, кстати, вот интересная задвижка такая аутентичная тех времен. Ой, Маш, бери домой. И народов. Она на место. Не берется? Не берется. Она там закреплена снизу. Вот так надо было перчатки попросить. В цехах Бадаевского завода я побывал несколько раз. Одно из таких посещений состоялось совместно со съемочной группой, снимавшей там ролик в стиле хоррор. Кстати, насчет назначения этих помещений я был прав. Здание, в котором мы находились, это цех солодовин. В этих емкостях проращивали солод. А поскольку этот процесс связан со значительным тепловыделением, и даже, возможно, с самого сгорания солода, для предотвращения этого и насыщения солода кислородом и использовались эти передвижные механизмы с мешалками. Это печка? Где? Вот это вот. Это не печь, это так называемый циклон, то есть он осуществлял вентиляцию. А вот это вот точно похоже как раз на печи, но печи не которые... Вот я проявлю. То есть там огонь был, а вот они, скорее всего, подогревались или горячей водой, или электричеством. Они использовались для сушки зерна, солода. Ну, здесь вот тоже находились системы вентиляции этого здания, и также вот печи, которые мы видели сверху. И здесь тоже находились солодохранилища. Вот такой вот гигантский двигатель, размером, наверное, в полтора человеческих роста, это явно нужно было для вентиляции. То есть как раз вот патрубок уходил туда, в систему над печью. То есть это обеспечивало правильную подачу воздуха, скорее всего. Рассказывать о таком интересном и исторически значимом предприятии, основываясь только на своих субъективных впечатлениях и информации, подчеркнутой из библиотечных и архивных фондов, было бы неправильно с точки зрения полноты сведений об этом заводе. Поэтому я обратился за помощью к бывшим сотрудникам этого завода, занимавшим руководящие посты в сфере производства. Василий Иванович Медведев, на Бадаевском я работал мастером на Варни 5 лет, мастером в лагерном подвале и начальником бродильного цеха, цеха ферментации ЦКТ. А всего сколько на Бадаевском? 10 лет всего. Кузина Зинаида Митрофановна на заводе с 1972 года, на Бадаевском любимом, да, любимый завод, кстати, я очень любила свою работу. Я была технологом, замглавного пивовара и 20 с лишним лет, 25 лет, работала старшим гипробиологом. Это очень важная работа для пивоварной промышленности. А Вы в общей сложности на Бадаевском? В общем, в сложности я проработала 34 года на Бадаевском заводе. В 2006 году закрылась. Только до последнего дня, фактически? Да, мы закрывались, отмечали все это мероприятие, проводили нас хорошо, с почестями, скажем так, то, что как получилось, у нас никакого обида нет на руководство, все хорошо было. А вообще, какова официальная причина была закрытия производства? Официальная причина закрытия производства, политика, не знаю, и государства, я так считаю, и политика городских властей закрыл все пивоваренные заводы. Мы боролись очень долго, наше руководство боролось долго с тем, чтобы нас не закрывали. И даже нас раньше должны были закрыть, а нас опередили. Там мгновенно Москворецкий закрыли, Останкинский, и потом уже Бадаевский. Камовнический Бадаевский. Камовники закрыли. Лужков, Лужков закрыл все пивовзаводы. Это Лужков. Начал строить Эфес, турки начали строить. Мы уже были, кстати говоря, наш завод был на хорошем уровне уже, на хорошем. У нас было чешское оборудование, чехи с нами работали. С нами работали немцы, Штейнекер, оборудование было. Уникальное оборудование. И засыпью было 5 тонн сразу обрабатывал зерна. А два порядка по 9 тонн. Да, два порядка, да, 9 тонн. ЗВУ, шикарно. Которые сейчас на пилозно-реуркуле до сих пор работают. Я в прошлом году был на Уркуле. Там такие два порядка ЗВУ работают, которые здесь порезали и на килограмм иметь дали. Я увидел, когда на Уркуле такое оборудование. Растащили, растащили. Я говорю, елки-палки. Я работал на таком оборудовании. Это еще какого года-то? Они говорят, а где вы работали? Я говорю, на Бадаевском заводе. А где сейчас этот оборудование? Я говорю, все порезали и на килограмм издали. Его ночью вывозили. Они говорят, это уникальный оборудование. Сейчас никто не делает такой оборудование. Это елкость для замачивания и промывки зерна. До двух суток там замачивалось зерно. Ячменяк. А потом здесь трубы проходили. И под этим трубом насосом качалось в растительные ящики или в барабанные солодовники. Там насосы были для перекачки зерна. Они были очень мощные. Их было не один. Громадные насосы. Да, это очень мощные. Их было много. Почти свой рост. Потому что ямкостей было очень много. Вот таких. Туда еще подводился воздух. Для того, чтобы зерно не затухло, а аэрировалось. Поэтому оно мешалось за счет воздуха. Ничего-то. А вот воздухом подавали. И воздухом мешалось. Воздух через низ шел. Через низ. Снизу подавался воздух. И промывалось вот так зерно. Вот это здание, в котором мы сейчас находимся, Оно относится ориентировочно к периоду постройки завода. Состояние, к сожалению, удручающее. Сейчас на улице идет сильный дождь. И мы можем видеть, что творится сейчас в подвале. Вся вода дождевая стекает в один из оконных проемов. Это полуподвальный этаж. И состояние здания, к сожалению, аварийного. Толуподвари как бы. Звучит музыка. 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 Американская, Соединенные Штаты, вот эти барабаны. Дело в том, что в нее поступал воздух увлажненный, и она вращается, загружается солод, и он там весь вот в таких вот перекладинках. И оно в дырочках, как воздушные барбатерочки такие. И туда подавался вот с уличной стороны воздух, и он, естественно, пронизывал, и вращается медленно, по-моему, один оборот в сутки был. Вот это вот такое медленно-медленно она вращается. Там несколько скоростей было, ну, конкретно. И вот она за сутки должна так переворачиваться постепенно, и в то же время он там растет. Но постоянно должен быть доступ свежего воздуха, поскольку при вращении выделяется углекислый газ, и, естественно, там задохнется зерно. А она вся закрыта, там просто два люка, один, он закрывается капитально, заворачивается. Это самое-самое лучшее качество солода было, потому что он не связан ни с какой грязью, ни с каким запахом, ни с чем. Очень самые лучшие солода были выращивались. Субтитры создавал DimaTorzok Здесь находится огромный зал субтитры, высотой более 12 метров. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ковшевой такой и рабочие вручную подсыпают туда он вращается и поднимает на самый верх вот в эту сушилку и на самый верхний вверх высота наверно здесь более 10 10 больше даже наверное и вот на эту высоту подняли это сушилка на металлическая это самое это наша кстати производство было сушилок и она сверху постепенно соло там специальные устройства такие были и он постепенно сух и спускался вниз тут мы можем видеть люк очень похожий на мусор провод судя по звуку это вентиляционные короба ходить можно очень осторожно потому что полу встречаются многочисленные ямы вот это очень похоже на помещение вентиляционный электромотор можем видеть здесь стояли фильтры и сюда подводилась вода которая скорее всего подогревала воздух сейчас корпуса завода сдаются в аренду практически на всей территории расположены дорогие рестораны и модные клубы поэтому многие бывшие производственные площади на сегодняшний день используются под подсобные помещения в одном из помещений можно видеть такой привод находящийся практически под потолком очевидно это был какой-то ременной привод очень похожий привод можно видеть на фотографии из альбома посвященного 25-летию завода и изданного в 1901 году несмотря на то что завод был остановлен 2006 году в одном из помещений можно видеть календари датированные второй половиной 1980-х годов а в этой части завода мы уже можем видеть хозяйственно-административные помещения раздевалки а в этом помещении было что-то типа маленького зала заседаний правда находится все это рядом с раздевалкой и поэтому даже в голову не приходит однозначно мысль о том для чего же это помещение могло использоваться помещение вентиляционной и снова можем видеть солодовни вот такие вот мешалки передвигались вдоль этого короба и размешивали солод ячмень в общем те продукты из которых и варили пиво крыша тут везде течет и конечно же печи 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 здесь мы можем видеть душевые и при входе в душевые аутентичная мочалочка рассказывали как бы говорили говорили что сам бадаевский завод не останавливали во время великой отечественной войны сушили сухари во время войны этот пивовар буй вид латыш работает из лагерей его привезли он до войны он был на степана разина потом он не знаю был репрессированный лагеря как-то попал в лагерях варил пиво и слава о нем шла что он варит пиво даже для лагерного руководца в лагерях где-то его будет привезли в москву это вот я слышал мне трусов рассказывал это трусов помните был главный инженер сейчас живого конечно ему нету он мне это рассказывал и говорят его по указанию микоянов этого буй витта латыша привезли в москву и им показали завод сможете поднять смогу условия он поставил чтобы рядом жил заводом чтобы на машине его не возить и говорит ему дали квартиру на кутузовском чтобы он любое время дня и ночи мог прийти на завод когда закрывали завод как-то обсуждалось будущее именно самих зданий архитектуры потому что же это уникальное совершенно дело в том что если вы посмотрите должна быть литература даже в науке жизни печатали промышленную архитектуру и конкретно солодовиной варочный старый сварочный розлив вот эти все они относятся охраняются государством как памятники и проносной архитектуры вот такое у нас было и говорили что полтора метра стены вовнутрь нет не имели права кто трогать сегодняшний день и я лично документы эти не видела но я знаю что нам руководство также тоже объяснила что у нас это все храняется и что-то такое переделся они не могли там же было очень много картин таких исторических настуральных нарисованных как это завод как разливали пиво как это все было были когда-то это потом все это растащили это все было наглядно видно как там активно все работали фотографии были потом все растащили просто это все а в 1975 году было столетие и очень широко и отмечалось очень шикарно орденом знак почеты наградили пицца вот этот самый расцвет начинался в 75 год у нас очень хорошо на заводе стало много оборудования стали покупать и в втором году чек с выставки купили чешское оборудование хэпоса хэпос два порядка потом уже в 75-74 купили штейнекер немецкий штейнекер очень такое современное было оборудование засыпало 4,5 тонна сразу засыпало зерна на хэпосе было по пять тонн большие такие уважное дробление дробилку станет новым мокрые дробление Следующей задачей было найти выход на крышу здания цеха Солодовин. Чтобы уже по крыше добраться до, пожалуй, главного украшения этого корпуса, башни построены в неоготическом стиле и по своей архитектуре напоминающей башни Мюнхенского пивоваренного завода, который при постройке треугольного завода во многом был взят за образец. Сейчас я нахожусь на самой верхней точке одного из корпусов. С него открывается очень живописный вид в сторону Москва-Сити. И одна из изюминок Бадаевского пивозавода – вот эта вот башня. Я нахожусь сейчас внутри башни и буду подниматься наверх. Перекрытия здесь были кирпичные, сохранились старые стальные лестницы. Вот я на самом верхнем доступном ярусе башни. Есть помещение выше, но сейчас здесь отсутствует лестница. Очевидно, это остатки пола, который был в башне. Еще крепаная сталь. Можно хорошо видеть закрепки. Корпуса завода строились после его оснований еще на протяжении нескольких десятилетий. На территории завода был даже свой ресторанный корпус, построенный в 1910 году. В советское время в этом здании расположились цеха экспедиции и дегустации. Въездные ворота тоже являются памятником архитектуры. На момент возведения завода они выходили на Дорогомиловский вал, являвшийся частью камер Калежского вала. Дворовый проезд, существующий сегодня возле Старых ворот, не что иное, как сохранившаяся часть Дорогомиловского вала. На некоторых корпусах можно видеть монограмму в виде вензеля, изображающего переплетенные число 3 и букву Г по названию завода Трехгорный. В 1934 году завод был переименован в пивоваренный завод имени Алексея Егоровича Бадаева, являвшегося на тот момент народным комиссаром пищевой промышленности. Вокруг этого переименования ходили весьма комичные слухи о том, что Бадаев любил крепко выпить, о чем было известно всему высшему партийному руководству. И когда встал вопрос о переименовании завода, лично Сталин с саркастической ухмылкой предложил присвоить пивзаводу имя Бадаева. Его предложение было принято другими членами политбюро под недвусмысленное хихиканье. «Когда-то штат завода был 1300 человек, вот при дне я работал когда. Это 80-е или позже? 90-е. 1300 человек штат был. Это я хорошо помню. В принципе сам постперестроечный период завод почти безболезненно перенес. У нас сокращения начались где-то 97-й, примерно так, 96-й, до этого мы еще работали. У нас таких сокращений не было. У нас было свое общежитие, потом квартиры люди получали, комнаты. То есть Бадаевский завод он своего рода был. Бадаевский специалист, он как школа, он как главный кузница, мы говорили, кузница кадров. Потому что на самом деле мы очень много обучали людей, пивоваров, варщиков, я не знаю, ну специалистов и средним звенам. Проработал завод, вот фактически последние... В 2006 году, 1 июля закрылся, вернее 30 июня. Последние продукты до, фактически до последнего дня выходило с завода. Да, последнего дня. Может быть дня 3-4 не выпускали, может быть недели, не больше. А это все время выпускали. Все выпускали, выпустили, ничего не вылили, как говорится, все потихонечку. Я до сих пор работаю в пивоваренной промышленности. И люблю свою работу, люблю пиво. Пейте пиво. Тоже очень люблю. В ограниченном количестве, конечно, но надо понимать, это напиток. Это очень, очень сложное, очень серьезное производство. И ответственно на этот подход. А я 42 года в пивоварении работаю. 42 года. Друзья, не забудьте оценить это видео вашими лайками и рассказать о нем своим друзьям на страницах в соцсетях. Это будет самый ощутимый вклад в развитие нашего канала. А еще напоминаю, что я открыл лайв-канал, поэтому переходите по появившейся в левом нижнем углу экрана ссылки и подписывайтесь на лайв-канал. Всего вам самого наилучшего и до новых встреч!